Какой это цвет? Оранжевый. Вот это? Коричневый. Молодец. Белый. Умничка. Чёрный. Вот это? Голубой. Семилетняя Варвара Пузына девочка мудрая не по годам, так говорит о дочери мама. Талантов у маленькой брещанки множество. Рисование, лепка из пластилина, чтение, кажется, всё даётся ей легко и просто. У Серафимы старшей сестры Варри ярко выраженные математические способности. Она ловко конструирует, моделирует, предпочитает игры на смекалку. Обе девочки отличницы учёбы. Их школьные занятия проходят на дому. Редкое генетическое заболевание не даёт возможности проходить обучение с другими ребятами. Однако о трудностях в этой семье говорить не принято. Здесь царят любовь и доброта. А это, по словам мамы двух дочерей, Татьяны Пузына самое главное. Это то, что помогает справляться с любыми жизненными обстоятельствами. Приходу гостей семья всегда рада, тем более таким, как активисты БРСМ. Сегодня к нам в гости пришёл БРСМ. Вот принёс кучу подарков. Я не знаю ещё, что там, но дети очень счастливы. Хотели есть, забыли обо всём. Перед Новым годом мы посетили центр Веда. И после Нового года мы посещали социальный приют, который находится на территории Московского района. И вот после Рождества мы начали посещать семьи, которые находятся в социально опасном положении, и семьи, которые воспитывают деток-инвалидов. Активисты БРСМ заглянули в гости с поздравлениями и в семью Мегель. Помощь в виде канцелярских принадлежностей, развивающих игр, а также сертификатов на приобретение продукции предприятия «Формация» оказались очень кстати. Ирина Мегель – мама троих взрослых сыновей. Один из них – инвалид первой группы. Женщина призналась – помощь общественной организации всегда ощутима. Обрадовался приходу БРСМовцев 11-летний Арсений Богданов. Мальчик с удовольствием поиграл и пообщался с гостями. Первоклассник искренне поблагодарил активистов за полезные подарки. В этом году представители со школы приходили, старшеклассники ребята, тоже Дед Мороз и Снегурочка переодеты, я так понимаю, соцработниками вместе. Тоже очень было приятно и неожиданно. Но именно от молодежи, представителей молодежи, особый такой сюрприз мы не ожидали, если честно. В новом году активисты БРСМ Московского района посетили порядка 20 семей. Но акция «Чудеса на Рождество», в основе которой благородное дело, не завершается. Помощь детям, по мнению добровольцев, необходимость, ведь они должны ощущать заботу и внимание. И впереди у БРСМовцев осуществление новых планов и новых задумок. Акция не заканчивается. Акт у нас будет в течение всего января месяца. И в конце января месяца мы планируем посещение санаторной школы-интерната, которая находится в деревне Бучемль. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.